Изделие Буря представляет собой двухступенчатую крылатую ракету. В сборе она состоит из собственной ракеты с прямоточным двигателем и двух симметрично подвешенных стартовых ускорителей. Ускорители обеспечивают взлет, набор необходимой высоты и скорости полета. После сброса ускорить. Заводским летным цветанием предшествует целая серия наземных испытаний, среди которых в большое время отводятся на огневые испытания систем двигательных установок. На специальном стенде проводятся огневые испытания жидкостных реактивных двигателей одного из ускорителей. Проверяется работа газовых рулей системы управления струей жидкостных реактивных двигателей. Отрабатывается система сброса газовых пулей. Внимание! Сброс газовых пулей! Двигательная установка продолжает работу до полной выработки горючего. Огневым испытанием подвергается маршевая ступень ракеты с искусственным созданием температурных режимов для работы прямоточного двигателя, приближающих условия его работы к реальным условиям в полете. Двигательная установка накрывается верхними крышками стендового кожуха для обеспечения внешнего вдува двигателя горячим воздухом. После заправки изделий топливом и проверки системы измерения производится запуск подогревателей внутреннего и внешнего контура двигателя и запуск двигателя. Продолжение следует... Двигатель выключен. Испытание окончено. 31 июля 1957 года. Пробный запуск крылатой ракеты «Буря». Ракета не сошла с подъема пускового устройства. Автоматика двигательных установок выполнена таким образом, что в случае, если одна, любая из восьми камер не вышла на режим, двигательные установки автоматически отсекаются, и команда на сход ракеты со стартового устройства не должна пройти. Анализ результатов телеметрических измерений и осмотр ракеты показал, что причиной отказа в пуске явилось разрушение клапана унитарного топлива, в результате чего один из ускорителей не вышел на режим номинальной тяги, и автоматика выключения двигателя сработала нормально. В конструкцию клапана, в конструкцию клапана были внесены необходимые изменения, обеспечивающие его надежность в работе. 1 сентября 1957 года. Восстановленная ракета доставлена на старт и подготовлена к пуску. В момент старта от ракеты неожиданно отделились газовые рули. Ракета сошла с подъема пускового устройства и, круто повернув в направлении директрисы полета, упала в районе стартовой позиции. В результате удара от земли произошел взрыв. Для объяснения причины аварии посмотрим на схеме процесса пуска ракет. Ускорители ракеты развивают тягу, которая не проходит через центр тяжести ракеты. В процессе полета ракеты с ускорителями центр тяжести ракеты меняет свое положение. Сила тяги ускорителей, изображенной на схеме, результирующим вектором, создает момент относительно центра тяжести против часовой стрелки. Этот момент компенсируется соответствующим отклонением газовых рулей, создающий момент обратный по направлению к моменту тяги ускорителя. Если убрать газовые рули, то сила тяги ускорителей повернет ракету в сторону подъемно-пускового устройства. Еще раз убедимся, как произошел в действительности пуск ракет. Причиной преждевременного сброса газовых рулей явилось ненормальное срабатывание реле сброса газовых рулей в момент расцепки ракеты с подъемно-пусковым устройством. В конструкцию ракеты и ее электросхему были введены изменения, исключающие возможность преждевременного срабатывания реле. 31 октября 1957 года. В период испытаний погода резко ухудшилась. Густым туманом заволокло стартовую позицию и само изделие. Сход ракеты с подъемно-пускового устройства прошел нормально. Ракета удалилась в направлении траектории полета. Построим график теоретической траектории полета. Нанесем на этот график теоретическую скорость программного полета ракеты. Анализ телеметрических измерений показал, что до 31 секунды полета фактическая траектория ракеты очень близка к теоретическому. Аналогично фактическая скорость ракеты также близка к теоретическому. На 31 секунде полёта ракеты её нормальный полёт прервался из-за отказа двигательной установки одного из ускорителей. 21 марта 1958 года. В связи с имевшими место отказами в работе двигательных установок ускорителей, было принято решение об испытании нескольких ракет в полёте только на ускорителе, без испытаний маршевой части. Продолжение следует... Спасибо. 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 Пятидесятая секунда полёта. Вскоре после сброса газовых рулей и перевода ракеты на отрицательные углы атаки, она потеряла управление. Полёт на ускорителях продолжался 63 секунды. 28 апреля 1958 года. Пуск ракеты производится по программе, аналогичной предыдущему пуску. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пятидесятая секунда полета. 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 Пятидесятая секунда полета.